всем привет дорогие друзья хочу обратить ваше внимание на то чтобы получился вот такой ровный круг прямо идеальный надо соблюдать некоторые правила вот мы плетем с вами и видите нашу рогозинку надо протащить вот сюда казалось бы вот уже можно но нет она должна в плетении прямо быть четко над вот этим окошечком четко не наискосок потому что если вы будете наискосок торопиться пропихивать его и и то у вас перекосится ваша работа в итоге в итоге вот видите она должна быть четко над рогозинка четко над окошечком это первый момент второй момент сейчас мы дойдем до видите окошечки маленькие вот я опять четко рогозинка и моя четко над вот окошечком этим хочу показать вам поскольку круг который сейчас у нас в работе вот этот верхний ну вот этот диаметр видите он расширяется по отношению к этому знаете сколько мы уже наплели поэтому надо вводить дополнительные как бы как это петельки не петельки ну короче по принципу вязание круга в вязание крючком допустим вот сейчас я вам покажу вот здесь мы доходим сюда видите пространство сюда обязательно и вот сейчас мы дойдем до момента который момента который я вам хочу показать вот этот момент во первых от протаскивание одной до протаскивания следующий обязательно должен быть полный виток вот так обязательно вы не можете вот сюда перевести и опять эту протаскивать обязательно должен быть полный виток вот мы пришли перпендикулярно видите она какая пошире чем вот эти малюсенькие и в нее мы сделаем два плетишка то есть в следующем ряду эти два плетишка нам дадут два окошечка куда мы сможем с вами вот обязательно вот этот видите полный оборот видите как вот вот он полный оборот потому что вот этот оборот он и будет в следующем ряду а вашим окошечку а вашим окошечком видите как вот и в это же окошечко мы пропихиваем и вот делаем этот второй вот сейчас я вам покажу уже без вот видите в одно окошечко мы сделали для следующего ряда с одного вот с этого 1 видите мы вытянули две и получилось у нас вот лишнее окошечко как бы то есть увеличение как в вязание идет увеличение петель у нас тут увеличение вот этих количества вот этих окошечек куда мы будем пропихивать на следующем ряду свою рогозинку вот и не забывайте что между вот этими пропихиваниями вот этими двумя рогозинками здесь должен быть полный оборот полный оборот вот такой понимаете вот вот полный оборот полный так дальше что я хочу сказать вот в этот хвост не обязательно хороший рогоз вот у меня тут хороший рогоз приготовлен сюда я использую вот такие вот остатки видите даже можно сложить вдвое вот так вдвое да и подпихнуть сюда они ни на что не влияют они нам дают вот этот вот диаметр вот этот следите чтобы этот хвост был примерно у вас одинаковый чтобы вот эти ряды у вас были тоже одинаковые по толщине если к что-то будет тоньше а что-то будет толще то будет в работе перекос ну и она будет смотреться некрасиво естественно вот не аккуратно вот этот кружочек мой этот бублик это наверное мой уже 10 точно да больше вот поэтому вот он может быть мне и нравится что он уже такой аккуратненький видите такой вот а первые конечно шаляй валяй и смотреть не на что вот опять видите осталось пространство пихаем еще раз сюда и делаем еще одно окошечко для следующего ряда я не знаю может быть вам непонятно вы пишите в комментариях вот видите получилось петелька вот это одна а кошечка получилось два это для следующего ряда увеличения вот и опять между окошечками обязательно полный оборот и вот мы должны вот сюда пропихивать но видите она не на дне стоит значит нам надо ее сюда довести вот теперь она лента видите прямо здесь вот теперь мы ее и опять же мы сделаем два оборота два витка потому что она широкая едва вполне влезут вот раз видите есть и вот место вот место для второго шпилькой работать намного удобней она с той стороны там палец держишь и она та самая палец прям чувствует куда выходит шпилька то есть не порвете этот рогоз шпилькой а то что вот у меня раньше было было из гвоздя сделано оно хорошее но рвет рогоз то есть там не чувствуешь не будешь же палец под острию подпихивать вот так что вот обычная шпилька кто-то делает петли можно просто проволоку жесткую взять но диаметр должен быть тоненький вот такой здесь диаметр меньше миллиметра может быть миллиметр вот вот такой вот ну вот эти моментики такие я думаю они вам пригодятся ну на этом все пока пока пишите комментарии что неясно